всем привет вы на канале политический новостник приятного просмотра ситуация меняется в карабахе решающий контрудар перед началом поддержите нас лайком и подпиской на канал будем очень благодарны ну а мы к теме выпуска все армянство будет воевать самозабвенно и нанесенный в нужный момент точный удар будет иметь сокрушительный эффект именно назревание этого момента является главной задачей армии обороны арцаха и мы должны всячески этому способствовать быть опорой республики арцах армии обороны заявил в своем втором послании премьер-министр никол пашинян представитель министерства обороны арцрун аванесян заявил вчера что армию обороны арцаха не устраивает нынешняя линия фронта на юге решение о перемирии политический вопрос но в наших военных планах нет намерений мириться со сложившимся положением у на в планах иные действия иного характера и на другой территории сказала ванесян в эти дни наблюдается беспрецедентная дипломатическая активность иран подготовил свой вариант карабахского урегулирования на основе территориальной целостности и намерен представить его в баку москве ереване и анкаре эрдоган позвонил путину и предложил решить вопрос вдвоем вчера неожиданно готовность переговорам без предусловий изъявил алиев активные и сопредседатели мг обсе но москву словно подтолкнули к фронту хлебать между баку анкаре тегераном заваренную сто лет назад кашу пусть они обсуждают варианты урегулирования определяют между собой форматы у армянской стороны есть одна задача сосредоточить все силы на нанесении решающего удара военно политическое руководство кажется подходит к формулировке стратегии выстроенной на армянских интересах и правах министерство обороны заявляет что на местах отступления наших войск создаются террористические базы их нейтрализации и продолжение антитеррористической борьбы на новой глубине не только не противоречит договоренностям о перемирии но и сопутствует им у нас в планах другие действия иного характера и на иной территории сказал арцрун аванесян наши партнеры и противники сами нарушили все договоренности у турции в арцахском вопросе есть красные линии которые нельзя пересекать будущее поколение нас не простят заявил президент этой страны эрдоган отметив что сказал об этом президенту рф путину эрдоган уже во второй раз с начала войны звонит путину по своей инициативе предлагая как сам говорит вместе решить арцахский конфликт пусть путин поговорить с пашиняном а он поговорить с алиевым споуксмен кремля песков заявил что в беседе с эрдоганом путин не обсуждал вопрос вовлечения турции в переговоры иначе говоря путин отклонил предложение эрдогана а может его просьбу раз уж речь зашла о красных линиях потому что разговор об этом выглядит как просьба спасти лицо дело в том что вставший под штык под турецким командованием и в сопровождении турецкого спецназа азербайджана террористический контингент немного продвинувшись на юге тем не менее так и не смог укрепиться настолько чтобы турция говорила на переговорах достаточно уверенно более того анкара оказалась в ситуации когда вынуждена принимать участие в войне более открыто что приводит к новым политическим проблемам фактически армянская армия заставила эрдогана заговорить о спасении лица и оправдываться перед путиным главарь баку алиев при этом поблагодарил эрдогана за поддержку заявив что в случае приглашения из москвы он готов начать переговоры с арменией без предусловий алиев напомнил что были такие переговоры с прежними руководителями армении но приход пашиняна все изменил видимо алиев имеет в виду что баку готов вернуться в зону доминирования россии пытается ли алиев играть или действительно направляет сигнал путину сложно сказать но на фоне намека эрдогана о спасении лица попытка алиева спастись выглядит символично это происходит на фоне второго послания премьер-министра пашиняна в котором есть довольно многозначительная фраза перед командованием армии обороны арцаха поставлена задача выбрать правильный момент для сокрушительного удара и осуществить его премьер пашинян отметил что у армии обороны для этого есть и возможности и оружие на этом все спасибо за просмотр ставьте лайк подпишитесь на канал чтобы всегда быть в курсе свежих и интересных новостей до встречи